начало и конец нашего земного мира протоиерей отец иоанн ильич сергиев кронштадтский опыт раскрытия пророчеств апокалипсиса 1900 год санкт-петербург часть 2 невидимый мир отражение его в мире видимом цель бытия разумных существ уклонение от предназначенной цели происхождение зла дьявол и ангелы его осуждение изгнание и постепенное упразднение власти его искушение человека мир невидимый или духовный по учению православной церкви составляют двоякого рода духи духи добрые иначе называемые ангелами и духи злые или демоны которые сотворены были добрыми но по собственной воле сделались бесповоротно злыми относительно самого имени ангел надобно заметить что это имя должности они природы она означает вестник или посланник в этом смысле священное писание усвояет же это наименование и к людям которые были посылаем и возвещать волю божию каковы пророки апостолы предстоятели церквей преимущественно же это имя усвояется духовным существом наполняющим духовный мир заметим ту особенность что видимый или вещественный мир имеет некоторое подобие горнему миру как ни странным кажется с первого взгляда такое сравнение но при внимательном отношении легко убедиться в этом подобии господь являет себя в горнем мире владыка и царем ангельских воинств составляющих три тройственные степени человек поставлен был был в дольнем земном мире представителем бога имел в душе своей владычный образ божий был признан владыка и царем над всем животным царством царство же это как известно по исследованиям составляет три тройственные степени соответственно трем сферам обитания животных в воде воздуху и суши в воде обитают три класса живых тварей 1 водные инфузории 2 водные гады и рыбы и 3 водные животные в воздухе первые воздушные инфузории 2 насекомые и третея птицы на суше 1 земные инфузории второе земные гады и звери и 3 это скот Совершенно отдельно, на неизмеримой высоте от животного царства, поставлен был первозданный человек, по духу, принадлежащий горнему миру, а по телу к миру земному, животному. Насажденный в душе человека владычественный образ Божий дал ему неизмеримое превосходство над животными. К несчастью, падение человека разрушило то подобие, которое земной мир имел вначале с миром горним. Человек помрачил в себе владычественный образ Божий и сделался рабом животной природы своей, а через то лишил себя, дарованной ему царственной власти и прежнего неизмеримого превосходства над животными. Древний мир, вероятно, потому истреблен был водным потопом, что род человеческий стал мало-помалу приходить в животное состояние. Подтверждением этой догадки служит Священное Писание, свидетельствующее о крайнем извращении нравов пред потопом. Это видно из следующего определения Божия о тогдашних людях. «Не вечно, Духу Моему, быть пренебрегаемым человеками семи, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». Бытие 4.3 По истечении этого срока увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их было зло во всякое время. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь, «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов, и птиц небесных, истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Бытие 5.7 Православная Церковь учит, что единственным побуждением к сотворению мира следует признавать бесконечную благость Творца, а целью мира – славу Творца и блаженство тварей. Будучи существом всесовершенным, всеблаженным, Бог не может нуждаться ни в чем. Он от века существовал один без мира и, следовательно, мог бы также существовать во веки веков. Если бы Сам не соблаговолил произвести другие существа, единственное по беспредельной благости. Бог возжелал, чтобы явились богоподобные существа и вкусили сладости бытия, соделались причастниками его блаженства. Разумные существа прославлением Создателя достигают блаженства. Через усыновление по благости они наследуют Царство Славы Божией. А в этом Царстве – источник блаженства от постоянного сопребывания с блаженнейшим существом, самим Богом. И в постоянном соучастии в Божественной Славе. Насколько это возможно для существа сотворенного, следовательно, ограниченного. Лицезрение всесовершенного Бога доставит там полное удовлетворение для ума, жаждущего истины, и для воли, жаждущей добра. По мере того, как нравственные существа более и более будут достигать совершенства всесовершенного, они более и более будут воспламеняться любовью к нему, усовершенствоваться в послушании Святейшей Воли Бога и благодатному уподоблению Ему. С другой стороны, нравственные существа, уклонившиеся от цели своего бытия, прославления Создателя Своего, тем самым достигают состояния противоположного блаженству в удалении от Бога. Источника блаженства. Это состояние есть вечная или нравственная смерть, лютейшая мука, имеющая своим источником удаление от Бога как источника жизни и блаженства. В мире вещественном есть одно общеизвестное небесное явление, которое может служить некоторым уподоблением тяжкого нравственного состояния, именуемого вечной смертью. Это полное солнечное затмение. Затмение это весьма редкое и продолжается оно 2-3 минуты, но производит на все живущее, подавляющее впечатление. Если бы оно продлилось на неопределенное время, то все существующее одной физической жизнью подверглось бы смертельному разложению. А это значит, что все живущее физически возвратилось бы в прах, из которого создано. Такой переход от бытия к небытию сопровождается страданием. При чувстве такого страдания все живущее только физически. При начинающемся затмении приходит смятение. Как бы ожидают гибели? Для существ, живущих нравственной жизнью, есть духовное солнце, источник жизни и блаженства. Это блаженнейшее существо, воззвавшее все живущее от небытия к бытию, есть Бог. Если для живущих не одной только физической, но и духовной природой когда-либо наступит полное затмение источника духовной и физической жизни, тогда страдание их сделается неизбежным. По свойству же духовной природы оно не может быть временным страданием, ибо дух бессмертен, вечен. Состояние вечного страдания есть то, что называется второй смертью и вечной мукой, огнем неугасающим, червем неусыпающим. Последний окончательный суд над миром откроет для одних нравственных существ царства вечного блаженства во свете лица Божия, а для других полное затмение лица Божия, от которого источается жизнь и блаженное бытие. Православная Церковь всегда веровала, что мучения адские будут вечны, разумея под адскими мучениями те, которые наступят для отверженцев Бога после всеобщего окончательного суда. Верование свое в это она торжественно выразила на Пятом Вселенском Соборе. Из самого понятия о Боге, как существе совершеннейшем, ясно, что все им сотворенное было только добро, и зла он не мог сотворить. Откуда же явилось зло? От гордости одного из высших духов. Он возмечтал о себе для того, что задумал сравняться со своим Творцом. Чтобы осуществить это на деле, он увлек за собой в неповиновение множество других духов, и, недовольствуясь этим, распространил посредством обольщения первых людей господство свое в земном мире. В Церкви Христовой издревле существует мнение, что гордость одного из высших духов была причиной возникновения зла, как в мире духовном, так и в земном. Вечное спасение рода человеческого имеет тесную связь с незложением и упразднением зла в мире. Первый изобретатель зла есть враг Бога и человека, человека-убийца, от начала, или дьявол, что означает клеветник и обольститель. Вот что говорится о нем в Евангелии. «Он был человеко-убийца, от начала, и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Иоанн 8, 44 Во все времена существовали мнения, опровергавшие личное бытие дьявола и вообще злых духов. Подобное заблуждение крайне опасно для человека, ибо располагает его к нравственной бесконечности на виду угрозного неприятеля, который не пренебрегает никакими средствами, чтобы из вражды к Творцу своему устраивать вечную погибель человеку. Злые духи безвозвратно утратили любовь к Богу, с тем вместе утратили и мудрость, исходящую свыше, которую составляет истина, правда и благость. Утрата внутреннего светильника, просвещающего пути разумного существа, производит состояние внутреннего мрака или духовного ослепления, другими словами, притупления восприимчивости к свету истины. В таком нравственном искажении разумное существо не может ощущать блаженство, испытывать радость о Боге. Даже предстояние престолу Божию не производит в нем того блага, какое сообщается существу, любящему Господа. Из Священного Писания известно нам, что Сатана мог являться на небо в среде святых ангелов, когда просил подвергнуть испытанию добродетели раба Божия Иова. Иов 1.6. То же самое, вероятно, было и тогда, когда Сатана просил сеять учеников Христовых, как пшеницу. Недоумевают. Возможно ли, чтобы такое допущение Сатаны туда, где горние силы славят величие Божие, и где блаженствуют святые ангелы, не просветило его? По словам того же Писания, блаженство Царствия Божие не вне, а внутри, ибо находится в зависимости от душевного настроения и восприимчивости к добру. Ограничение или мрак, которому подвергли сами себя злые духи, заключается в их нравственной слепоте, вследствие которой они, подобно физическим слепцам, не видят пути, по которому идут. Так, например, известно, что дьявол прилагал все старания, чтобы путем тяжких испытаний не зложить добродетель раба Божия Иова и довел дело до результатов прямо противоположных. Да и твердость Иова послужила еще назидательным примером терпения для всех последующих родов. Устроенное им рассеяние учеников Христовых и Петрова падения послужило к утверждению веры во Христе и служит к обращению и утверждению в вере всех тех, кто от самонадеянности возвращается к сознанию своей немощи и начинает познавать Бога и верить в благость Божию. Не отвергающую, кающегося грешника. Из этого видно, что омрачение понятия есть самое действительное ограничение, которым связал Господь разумное существо, связавший ум своей гордостью. В этом смысле, быть может, следует понимать узы мрака, которыми они связаны. Ангелов согрешивших Бог не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания. Об осуждении дьявола за богоубийство святой Иоанн Златоуст рассуждает так. Дьяволу, как бы на суде, сказано, пусть ты всех умертвил, потому что нашел их виновными во грехе. Но за что Христа умертвил? Не очевидно ли несправедливо? Поэтому через него тебе отмщение за весь мир. Для наглядности святой Иоанн Златоуст объясняет это самое примером. Представь себе, говорит он, какого-нибудь свирепого тирана, который всех, кто не попадается ему, подвергает различным жестокостям. Если этот тиран, встретив царя или царского сына, несправедливо умертвит и его, то смерть этого последнего может отомстить ему и за всех прочих. Представь себе еще, что какой-нибудь взаимодавец, взыскивая своих должников, будет бить их и сажать в тюрьму. Потом по той же жестокости ввергнет также в темницу и того, кто ему нисколько не должен. В этом случае он будет наказан и за то, что сделал другим. Из-за того, что дьявол дерзнул сделать со Христом, он получит наказание за все, что причинил людям. Христос указывает на это, когда говорит «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Иоанн 12, 31-32. Под выражением «изгнан» надо бы наразуметь «низвержен» или «повержен долу» за то, что несправедливо напал на Христа и предал его смерти. «Низвержен» за то, что вложил в душу Иуды мысль погубить Учителя. «Не говори мне», – продолжает Златоуст, – «что Бог так устроил, что это дело не дьявола, а Божьей премудрости». Мы рассматриваем лишь мысль этого злого существа. Князь мира низвержен смертью Христовой. А чтобы кто-нибудь не сказал, как же он низвержен, когда успел победить самого Христа, сам Христос отвечает на это. «Когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». То есть привлеку и язычников. Следовательно, дьявол не победит. Ибо где же тут победа, когда я и последователей его, язычников, привлеку к себе? Не говорит здесь Христос о своем воскресении, но о том, что важнее воскресения. «Всех привлеку к себе». «Привлеку, — говорит Христос, — так как держат тиран и сами по себе не могут прийти и освободиться из его рук, потому что он не пускает их. А в другом месте привлечение всех Христос называет расхищением. «Никто, вошедший в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его». Марк 3, 27. О низвержении сатаны и заключении его в ад иносказательно возвещает святой пророк Исаия, как бы изрекая суд на царя Вавилонского. Но нетрудно догадаться, что дело идет о низвержении сатаны. Речь пророка обращена к Израилю, но в действительности относится к Святой Христовой Церкви. «И будет в тот день, когда устроит тебя Господь, от скорби твоей и от страха и от тяжкого рабства, которому ты порабощен был. Ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь, как не стало мучителя, пресеклось грабительство. Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости. «Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при уходе твоем, пробудил для тебя Рефаимов, всех вождей земли, поднял всех царей языческих, престоловых. Все они будут говорить тебе, и ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобен нам. Преисподнюю повержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобою подстилается червь, и черви покров твой. Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился об землю попиравшей народы. А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд божих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты не звержен в ад, в глубины преисподней». Исайя 13, 3, 15. О прежней небесной славе, в которой до падения находился сатана, иносказательно указывают пророки, как, например, святой Иезекииль, в словах, обращенных к царю Тирскому. Так говорит Господь Бог. Ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божием. Твои одежды украшены были всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз, алмаз, хризалит, оникс, яспис, сапфир, изумруд, золото, все, искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. Внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю и извлеку из среды тебя огонь, который пожрет тебя. 28, 12, 18, Иезекииль Вся темная сила духов злобы поднебесной, наполняющая воздушное пространство, действует на земле в сынах противления, вследствие чего христианскому благочестию на каждом шагу расстилаются тончайшие сети соблазнов и совращения с истинного пути. Она воспрещает стремление духа человеческого к Богу, как во время земной жизни, так и при смертном разлучении души с телом. С распространением христианства царство сатаны стало упадать и клониться к конечному разрушению, по мере того, как благодатное царство Христово на земле стало постепенно возрастать. «Се даю вам власть», — сказал Христос своим ученикам, — «наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам». Лука 10.19 «Истинным последователям Христовым, то есть всем возлюбившим пришествие его в мир, дана великая сила защищаться и быть невредимыми от всей силы вражьей, ибо они вооружены победным знамением креста и силой имени Христова. Мало того, им дана власть не только защищаться, но и наступать на силу вражью, то есть преследовать, как победитель преследует побежденного врага. Пользуются ли христиане, дарованной им властью? Это другой вопрос. Если не пользуются, то в том виновна их беспечность». В этом случае происходит нечто подобное тому, что случилось с древним Израилем. «При наследовании обетованной земли. Он получил власть искоренить злое племя ханаанское и не искоренил. За это сам Израиль попал в сети соблазнов и отпал от благочестия». В таком же положении находятся и христиане, которые по отречению своем от дьявола и всей гордыни его не искореняют в себе злобы и гордыни. «Последствия показывают, что подобная беспечность укореняет вновь власть сатаны там, где она была уже разрушена и подавлена силой креста Христова». «Погибельная власть тьмы дает себя чувствовать господством страстей, а в обществах человеческих – полным нравственным и политическим разложением, крамолами и нарушением общественной безопасности. Приходится поздно сожалеть о том, что данные свыше властью искоренять в себя зло не пользовались по беспечности. Приходится сожалеть, что мнимые требования общественности предпочитались требованием благочестия, а в общественных делах требования благодатного Царства Христова приносились в жертву идолу общественной мамоны. К сожалению, позднее раскаяние не ведет ко спасению. Отчего же злые духи не могут прийти к раскаянию? От того, что и для ожесточения есть известный предел, за которым уже нет поворота к добру. Будучи свободными от всех искушений, подобных искушениям человеческим, они пали совершенно обдуманно по тому расчету, что полная свобода несравненно приятнее подчинения. В этом ошибочном расчете они закоснели настолько, что озлобленное состояние свое предпочли блаженству ангелов, трепетно предстоящих престолу Божию, в смирении, покорности и любви. Эта горькая ошибка в расчете показывает, что и высшие существа, утратив свет божественный, становятся крайне ограниченными в разумении истины. Как существа высшие в сравнении с духом человеческим, они были одарены высшими способностями и силами твердо стоять в истине, одарены высшим разумением того, какое благо заключает в себе послушание воли Божией. При всем этом сознательный расчет взял вверх. Тогда уже поворот к истине стал невозможен. Зло стало непоправимым, потому что эти высшие существа пали ничем иным, как дерзким восстанием против самого Бога. Восстанием упорным и ожесточенным. Предостерегая род человеческий от такого крайнего ожесточения и непоправимого зла, Христос Спаситель говорил фарисеям «Всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком». Матфей 12.31 Самое естество разумных тварей носит в себе потребность богопочитания, прирожденную мысль о величии Божьем и сознание, что жизнь наша от Бога. Надо бы наупотребить в дело насилие над собственной природой, чтобы отвергнуть эти прирожденные идеи и сделаться врагом того, кем существуешь и дышишь, и движешься. Не проститься вражда к Богу не потому, что милосердие Божие имело известные границы, но единственно потому, что в совершенном удалении от Бога разумное существо достигает последнего предела бесповоротного ожесточения и одичания. Дух разумного существа может смягчиться только божественной благодатью Духа Божия. А без благодати он мрачен, угрюм, злобен, самолюбив, тщеславен, горд и невыносим даже для самого себя. Понятно, что такому мучению не может быть конца, ибо дух уничтожиться не может, будучи бессмертным по существу своему. Царство князя мира сего совершенно противоположно Царствию Божию. Сам Спаситель выражал эту мысль, когда говорил фарисеям. «Если я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Матфей 12.28 В Откровении Иоанновом, наряду с великим символическим знамением жены, облеченной в солнце, благодатное Царство Христово, является на небе другое знамение – большой красный дракон, хвост которого увлек с неба третью часть звезд и поверх их на землю. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Откровение 12.1.8 Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену. «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и питалась в продолжении времени, времен и полвремени» 12.13.14. По изъяснению отцов и учителей церкви, это знамение означает, что в последние времена сатана будет освобожден из своего заключения, «вступит в брань со святыми и подвергнет церковь Христову на земле самому лютому преследованию, которое будет продолжаться три с половиной года, и закончится славным вторым пришествием Христовым на облаках небесных со всеми святыми ангелами. А дьявол, прельчавший народы, ввергнется в озеро огненное и серное, где и будет мучиться во веки веков». Откровение 27.10. Церковь Христова во все времена была преследуема и гонима царством князя мира сего. Только эти гонения не всегда были явны. Первые века христианства прошли в открытых гонениях, которые окончились торжеством церкви. Последующие века представляют собой зрелище скрытых козней дьявола, направленных против истины догматов христианской веры. Эти козни были далеко опаснее, чем явные гонения, но и они закончились торжеством православия. Тогда воздвигается лжепророк Магомед, объявивший войну христианству. Началось истребление целых областей и стран, в которых христианство процветало. Много веков прошло в истреблении Святой Церкви, пока христианские народы сами перешли в наступление и отразили успехи магометанства. В этом наступлении, начавшемся с крестовых походов и продолжавшемся многовековой борьбой, самая трудная роль выпала на долю нашего Отечества. Едва стряхнув с себя татарское иго, оно начало наступление на магометанский мир, победоносно продолжающийся поныне, до самых врат Стамбула. Это согласно ветхозаветным преобразованиям, ибо сын рабыни Измаил, преследовавший сына свободной Исаака, изгоняется в пустыню и не может быть наследником вместе с Исааком. Период преследований Церкви магометанством заканчивается тогда, как и прежние два торжествам Церкви. Открылся последние века и четвертый период преследований и гонений на Церковь, в которые умещаются все роды и виды явных и тайных козней. Вместо магометанства поднимают голову еврейство, масонство, сектанство, социальная революция, столь же ревностное на всесветное завоевание, только иными, чем магометанство путями. Вместо огня и меча – кредит, пропаганда, печать и мод. Вместо гонения на догмат – гонение на церковный обряд и церковное устройство, а вместе с тем и на общественный строй, препятствующий развитию анархии. Как вернейшей почвы для конечного истребления христианства. Языческий мир и вообще люди, предавшиеся дьяволу и ревностно исполняющие волю его, есть царство князя мира сего на земле. О том, что язычество есть область сатаны, состоящая под его непосредственным мироправлением, сам Спаситель говорит святому апостолу Павлу. «Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя. Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и веруя у меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Деяния апостолов 2.4.16.18 Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов признает греховное состояние людей, происходящим от дьявола. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для всего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дело дьявола. Иоанн 3.8. Царство князя мира сего, иначе называется властью или областью тьмы и державой смерти. Это видно из следующих мест апостольских посланий. «Благодарите Бога и Отца, призвавшего вас к участию в наследии святых во свете, избавившего вас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, а как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявол». Послание к евреям 2.14. О вражде дьявола против людей известно следующее. Он сделался человека-убийцей, обольстил первозданных людей в раю, и с того времени всеми возможными мерами не переставал преклонять к нравственному злу каждого из людей. По выражению святого апостола Петра, противник наш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Хотя сам он пораженный Христом, Спасителем нашим, и лишен возможности непосредственно обольщать Вселенную, но действует через посредство бесчисленного сонма темных сил, витающих в воздушных пространствах и посредством добровольно предавшихся ему злых людей, пресмыкающихся по земле. Свойства искушений от дьявола, происходящих, весьма разнообразны, и даже не все могут быть постижимы человеческим понятием. Из Священного Писания известно, что у одних из людей ослепляется разум, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христовой. Послание к Коринфянам 4.4. У других, для кого уже воссиял свет, он уносит Слово Божие из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Лука 8.12. На конец третьих, как благочестивого Иова, он по Божию попущению преследует бедствиями, ввергает в темницы, как возвещается, например, в Откровении Иоанновом. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Откровение 11.10. Христианину, внимательному к путям своим, становятся понятны много различные опыты и искушений, и потому ясно, почему святые апостолы советуют не превозноситься, напоминая слова притчи. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Святой апостол Иаков советует противиться дьяволу, смиряя себя покорностью Богу. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит он от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Святой апостол Павел подробно перечисляет все принадлежности вооружения, необходимого для духовной брани. Примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый, и все преодолев устоять. Итак, встаньте, припаясь в чресло ваше истиной, и облегшись броню праведности, обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом. Послание к Ефесянам 6.13.18 Из этого видно, что от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, лишь бы не тяготились употреблять в дело, дарованное нам для спасения оружия. Беспечность наша виной, что мы терпим беспрерывные поражения от того врага, который в конец обессилен победой Христа. Поражение наше заключается в том, что мы удобно подчиняемся греховным наклонностям и внушениям, страстям и порокам, и даже признаем их весьма естественными и всеми мерами оправдываем себя. Такое насильственное всыпление совести охлаждает ревность к освобождению от рабства, греха и дьявола. От постоянного самооправдания омрачается совесть. Христос Спаситель предупреждает нас об этом. Если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Матфей 6.23 В особенности не свободны от ослепления разума и омрачения совести те, которые не усвояют жизни света благовествования Христова, у которых он только на поверхности, не проникает в глубину души и не разгоняет мрак тщеславия, самолюбия, гордости, человеконадеяния, обожжения твари, самомнения и других порождений тьмы. Можно предполагать, что в такого рода тьме кроются все зародыши и так называемых душевных болезней, доводящих до иступления ума и потери здравого понятия. Тогда отъемлется от человека то, что обставляет принадлежность разумного бытия, плодотворная деятельность души. Отъемлется, как от смоковницы, украшенной только листьями, но не плодами. Матфей 21.19 Спасительным средством для внутренней борьбы служат непрестанное расположение к покаянию, молитва, пост и духовное бодрствование над сердцем, из которого исходят помышления злые. Христос Спаситель заповедал ученикам Своим бодрствовать и молиться, чтобы не упасть в искушение. При исцелении отрока от припадочной болезни возвестил ученикам, что сей род, причиняющий этого рода болезни, не может выйти, кроме как от молитвы и поста. Марк 9.29 Бесчисленные опыты, подвязающиеся в благочестии, удостоверяют, что для внешней и внутренней защиты или обороны от всей темной силы вражьей служат непобедимым оружием благоговейное начертание на себе знамения Креста Господня с воспоминанием Спасительной Страсти Христовой. Никогда не попускает Господь искушать нас в большей мере, чем столько, сколько по духовным силам мы можем понести. Удостоверяет в этом поразительный пример выходящих из ряда обыкновенных напастей и искушений от дьявола, которыми Господь попустил до крайности искушать великого подвижника, благочестия Иова. Много попускал Господь дьяволу искушать верного раба своего, но при всем том полагал и предел действиям злобного искусителя. Апостол Павел учит об этом так. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести». Послание к Коринфянам 10.13 «Искушения, которым подвергаются люди, не всегда бывают от дьявола. Есть и искушения от мира и плоти. Поэтому апостол заповедует последователям Христовым «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. И во все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир приходит, и похоть его, а исполняющим волю Божию, пребывает вовек». Об искушениях плоти апостол учит, что в этого рода испытаниях «Никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом, и Сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Иаков 1.13.15 «Не только искушения от дьявола, но и другие могут служить для внимательных к своему нравственному состоянию врачевством против тяжких душевных недугов, которые тем опаснее, чем менее признаются по своей неощутимости, как, например, самонадеянность, самомнение, духовная гордость, презрение к подобным себе. Таким образом, случается, что для исцеления духа попускаются напасти, происходящие от тела, от мира или же от дьявола». Конечно, святой апостол Павел не принадлежал к числу таких людей, которые проходят искусств напастей для отрезвления от нравственного усыпления. Тем не менее, для утверждения духа в неуклонении к превозношению и ему суждено было проходить через напасти даже и этого рода, как и сам свидетельствует о том, «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Послание к Коринфянам, 12.7 Субтитры создавал DimaTorzok